Солдаты и офицеры Республики Беларусь, меня зовут Янина Соколова, я украинский журналист и обращаюсь я сейчас именно к вам. Я знаю, что в эти дни руководство вашего государства провоцирует вас к тому, чтобы вступить на территорию Украины с захватническими мыслями, намерениями и действиями. Вас агитируют, вас посылают, вам указывают убивать нас, украинцев. Мы знаем, что вы возле наших границ сейчас. Вас провоцируют к участию в российской военной агрессии против Украины. Неправдой заставляют участвовать в захватнической войне. Наши народы связывают многовековая история дружбы и совместной борьбы против врагов. Сегодня враг пришел на нашу землю. Враг подлый, коварный и страшный. Враг, который убивает и насилует детей, женщин, стариков, наносит ракетные, авиационные и артиллерийские удары пожилым массивам и гражданской инфраструктуре. В том числе удары наносятся с территории вашей страны, с территории Республики Беларусь. Но даже в этом случае, когда вражеские искандеры стартуют с вашей территории, вражеские самолеты взлетают с ваших аэродромов, вражеские орды шли на Киев, совершая военные преступления в Буче, Ирпене, Гастомеле и многих других городах и селах Украины с территории Белоруссии. Даже в этом случае Украина не отвечала Белоруссии огнем и смертью. Хотя могла и была бы права. Мы готовы встретить вас лицом к лицу. Придете к нам с миром, встретим с распростертыми объятиями, ну, как братьев. Придете с войной, встретим, как и путинские орды, огнем и свинцом. Вы сами видели, на что способна наша армия, которая защищает свой народ и свою родную землю от захватчиков. Видели караваны рефрижераторов с трупами купантов. Видели переполненные российскими захватчиками белорусские госпиталя и больницы. Ребята, белорусы, мы сможем защитить себя. Тем более, что сегодня с Украиной весь мир. А вот сможете ли вы объяснить своим детям, да и самим себе, почему поддержали не дружественную братскую Украину, а путинскую орду? Почему, как овцы, готовые идти на убой? Это вряд ли. Вряд ли вы сможете себе это когда-либо объяснить и простить. Не выполняйте преступных приказов своего руководства. Не поднимайте оружие против Украины. Защищайте свою родную землю, свою Беларусь. Защищайте от реальных врагов, которые промывают своей пропагандой ваши головы. Которые уже получили полный контроль над вашим правительством, над вашей экономикой, над вашей территорией. Украина никогда не была и не будет враждебной относительно Белоруссии. Один шаг, всего один шаг может изменить этот баланс и сделать наши народы врагами. Врагами на десятилетия. И это ваш шаг. Сделайте правильный выбор. Диктаторы уходят в небытие. Военные преступники так или иначе оказываются на скамье подсудимых. Стены падают. Кремлевская тоже, поверьте, не вечно. Империя рушится. Остаются народы. Обычные люди, которые могут быть друзьями. А могут быть врагами. Как будет, зависит не от Лукашенко и не от Путина. Это зависит от каждого из вас. Если же вас каким-то образом заставят пересечь белорусско-украинскую границу с оружием в руках, не применяйте свое оружие. Остановитесь, опустите стволы вниз и подождите представителей Вооруженных сил Украины. В этом случае никто по вам стрелять не будет. Бог и правда с Украиной. А вам нужно сделать правильный выбор. Мы уверены, что вы его сделаете. Подумайте, пожалуйста. И не идите ни в коем случае к нам с войной. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Слава Украине! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь!